Друзья, ну и что? 13 марта вводится ограничение на перелет из Евросоюза в Америку. У вас что, американская виза? Вы столкнулись с этой проблемой? Если столкнулись, напишите в комментариях, мне даже интересно. В основном наши клиенты, люди, которые подписаны на наш канал, имея американскую визу, пройдя все эти круги, знают, как добраться до Америки. Для них это не проблема. Сегодня утром звонят нашему представителю-эксперту в Евросоюзе Алексу, что нам делать, мы не знаем, как нам полететь в Америку. Друзья, если у вас есть виза, российские рейсы летают, Евросоюз к вам вообще никак не относится, даже если бы и относился, рейсы еще есть, и это не повод паниковать. Временное ограничение на один месяц, и я думаю, что людей, которые планируют эмигрировать, и которые едут в эмиграцию, это вообще не проблема. После всех тех трудностей, кризисов, которые происходят в наших странах, в СНГ, в Средней Азии, в России, каждые 4 года, это вообще, к нам это никакого отношения не имеет. Это первое. Что касается коронавируса, нам говорят, что лучше сейчас остаться в своей стране, там в Бишкеке, в Ташкенте, в Душанбе или в Москве, и спастись. У нас никаких проблем нет, посмотрите карту заразившихся. Ребята, я вам рекомендую, лучше вы посмотрите ролик Алексея Навального, расследование ФБК, как в России, в богатой Москве проводится анализ и выявление случаев коронавируса. Это просто смешно. Там шпыняют людей от врача к врачу, всех помещают в одну палату, никто не знает, как с этим бороться. Вот где проблема. Они в богатых европейских или американских странах, где выявляют, где лечат и где малое количество людей, которые этим заболели. У нас списывают на все, что угодно, на пневмонию и так далее. Я не уверен, что в Бишкеке, я не уверен, что в Ташкенте у вас уровень медицины высокий. Мне кажется, что там все очень плачевно, так же, как и в России. Сейчас, да, в мире кризис, и это очень здорово. Только в настоящее время можно оказаться в нужное время и в нужный момент для того, чтобы стать богатым, для того, чтобы у вас все получилось, для того, чтобы вы смогли реализоваться. Меняются собственники бизнесов, меняются держатели акций. Идет огромная текучка кадров. Сейчас, в данный момент, из-за того, что есть много вакансий на хорошие места, вы можете спокойно трудоустроиться в Евросоюзе, и вам будет зарплату платить больше, потому что местные, так же, как и вы, находятся в панике, не знают, что им делать. Это самое лучшее время. Вообще, для побед, для реализации, то, что происходит сейчас, было, есть и остается самым оптимальным. Итак, друзья, дерзайте, не надо ничего бояться. Если вы запланировали переезд в настоящее время, это самое лучшее время для того, чтобы это сделать, во всех европейских странах, в Америке, все это пройдет незамеченным. Да, может быть, что-то будет, но не так, как в наших странах. Наша страна, там, Россия и СНГ, все завязаны на ценах на нефть. У нас сейчас вообще в России было узнать, что творится. И у нас, в наших странах, вряд ли получится реализоваться и воспользоваться кризисом, как это можно сделать в Евросоюзе. Живой пример. У нас сейчас работает в Швеции компания Медкурт, которая возникла в период кризиса. Когда весь рынок освободился, мы смогли зайти со своей медицинской компанией на рынок Швеции. Сейчас у нас масса партнеров по всей Швеции, и мы неплохо зарабатываем. Кстати, в нашу клинику, в наш медицинский центр требуются врачи из СНГ со знанием английского. Если вам это интересно, также пишите в комментах. Так, друзья, бояться не стоит. Побеждайте, пользуйтесь ситуацией. Удачи вам в эмиграции. Всем всего доброго. Пока.